Мир Божий, дорогая церковь, братья, сестры, друзья, рад после долгого времени снова присутствовать в вашей церкви, верить знакомые лица. Итак, умирал один очень-очень мудрый учитель, и собрались ученики и сказали, «Учитель, поделись секретом твоей мудрости». И он им ответил, научитесь отличать форму от содержания, научитесь понять, где главное, а где второстепенное. Потому что самый главный враг хорошего – это не плохое, нет, самый главный враг лучшего, извиняюсь, это хорошее. И часто в нашей жизни, что-то хорошего получив, мы перестаем стремиться к лучшему, которое приготовил нам Бог. Главное, чтобы главное оставалось главным. И пусть это будет девизом всей твоей жизни. Главное, чтобы главное оставалось главным. И смотри, не перепутай. Много сегодня люди говорят о целях, о постановке цели, о важности, были целеустремленным, целенаправленным, быть цельным. Но мне интересно, а знаешь ли ты именно главную цель Бога для твоей жизни? Не второстепенную, а именно главную. Как понять, вышел ли я на главную цель Бога? Простой вопрос. Спроси себя, готов ли я прямо сейчас отдать жизнь за то, чтобы эта цель осуществилась? Готов ли я прямо сегодня умереть, если цель будет готова, осуществлена? Если готов, поздравляю, ты на главную цель вышел. Если не готов, ты еще не понял, что же самое главное. Итак, о цели. Ну, во-первых, чтобы ты понял одну вещь. По идее-то этой цели у тебя нет. Почему-то говорю римлянам, 8 глава, 28 стих, мы часто его вырываем из контекста, часто пишем его, говорим. Притом мы знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Все ко благу, все будет хорошо. Но если смотреть дальше, 8 главу римлянам, там написано, что меч, голод, смерть. Вот имеется в виду, все это для некоторых будет ко благу. И получается, смотри, любящим Бога, призванным согласно его цели. Мы здесь сидим, призванные им, у него есть цель для каждого из нас. И очень часто ты молишься, нету ответа, потому что ты молишься о своих целях. А ты призван согласно его цели. А какова его цель? 29 стих, римлянам 8, 29. Вот цель, ради которой Бог призвал тебя. Чтобы ты был похож на Иисуса Христа. Чтобы ты преобразовывался в его образ, познавая его. Это главная цель Бога для тебя. Если ты это понял, это главная цель, хорошо, а все остальные цели должны ее обслуживать, эту главную. Должны быть дополнением к ним. Потому что если они стали ее заменителем, это катастрофа. Это называется хамартия, или промазать, или не та цель, или грех по-русски. Поэтому благословит нас Господь. Понять, что есть главное, и чтобы оно всегда было главным. Очень много духовных христиан посвящают все свое время поискам духовных познаний. Вот духовных познаний, которые гарантируют нам постоянную поведу над грехом. Независимость от взлетов и падений в нашей жизни. И мы посвящаем съезды, семинары, конференции. Мы ищем эту самую волшебную формулу, которая уравняет нашу дорогу в небеса. Чтобы путь был не такой, а вот такой. Об этом, наверное, мечтали все, об этом мечтал и я. И однажды, когда у меня были проблемы с сердцем, жена вызвала кардиолога, и я откровение получил. Когда я посмотрел кардиологию, оказывается, пока ты живой, вот так вот сердце. И как только ровненько, называется здравствуйте. Я говорю, господи, я понял, я не хочу ровненько. Рановато еще, пускай будет вот так. Это жизнь, это нормально. И когда мы сегодня заходим в Ютуб, все эти каналы, новые обложки ярких книг, и они все говорят, что такой-то доктор, такой-то богослов, такой-то пастор хочет поделиться с вами новым ошеломляющим открытием. Оно заставит тебя просто светиться и лучиться духовностью. И тебя тащит целиком на семинар о недавно обнаруженном кратчайшем пути к жизни с избытком. Один предлагает указать в высланной коврами путь счастливой жизни. Другой рекламирует триединый секрет победы. Сегодня семинар о ключах истинной духовности. Через месяц съезд, посвященный пяти простым шагам к святости. Каждый раз мы выходим на призыв проповедника вот сегодня получить всю полноту духа. Некоторые занимаются только исцелением тела, как будто в жизни нет ничего более важного. Кто-то в восторге от христианской психологии. А для кого-то самое главное это исцеление воспоминаний, потому что все проблемы там. И вот мы бороздим просторы духовного океана, нашей вселенной в поисках новых духовных побед. Во всем этом, в этих книгах, в семинарах есть свой смысл. Все хорошо, много полезного, много ценного. Но что я хочу сказать. Возвращаясь домой после этого семинара, после этой конференции, окунаясь в будни нашей жизни с ее ямами, с ее ухабами, ты вдруг осознаешь, что оказывается волшебной ковровой дорожки нет. Зато есть проблемы, которые никуда не денутся. И что каждый день ты должен жить, полагаясь во всем на единого Господа Иисуса Христа. Друзья, в конце концов, хотим или не хотим, все мы поймем, что в центре внимания должен стоять Иисус, а не наши ощущения, наши переживания, наши чувства. Иисус – это единственный, который никогда тебя не разочарует. Никогда. И в нем, именно в нем, есть все, что тебе нужно. В нем есть все, что тебе нужно. И ты знаешь, многие из нас, особенно кто верен не первый год и не первый десяток, провели многие годы в погоне вот за этими острыми ощущениями, за духовными переживаниями. Но, испытав их десятки, мы обнаружили, что все это никак нашу жажду не удовлетворило. Что, перепробовав все, что мы считали сделать нас духовным, духовнее мы не стали. И, конечно, классика, Колоссянам, 1 глава, 16-17 стихи напоминает нам, что им создано все. Что на небесах, что на земле, все, что мы видим или не видим, престол или господство, начальство или, все им и для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит. Все им, все для него, он есть прежде всего, и все им стоит. Все и во всем Христос. Аминь. И, знаешь, дело в том, что каждый из нас начинает свою новую жизнь со страстной любви к Иисусу. Все мы начинаем христианскую жизнь с такой жажды и тягой к Нему. Но по дороге жизни, пытаясь стать все более и более духовными, мы теряем эту страсть. И печально, когда любовь превращается в привычку. Это печально, как и в отношениях с Богом, так и в отношениях между мужем и женой, когда любовь становится привычкой, это начало катастрофы. Поэтому пусть твое богословие не скажет тебе, что жить без страстной любви к Иисусу – это нормально, это ненормально. Следующий год будет 30 лет, когда я покаялся. Уже 30 лет я покаялся в тюрьме, и не просто в тюрьме, а в тюрьме еще есть тюрьма для нарушителей, я этим часто бывал. И вот там, читая Библию, я нашел моего Господа. Иисус пришел ко мне. Ты знаешь, я до этого ничего не знал ни о Боге, ни о христианстве, ни о церкви. Ну, в советские времена росли, я 63-го года рождения. Как-то были или комсомольцы были, или шпана. Две категории были на улицах, и я решил пойти во вторую категорию. И как-то Бог, это вообще было не модно, не интересно, Гагарин летал, Бога не видел, чтобы нам рассказать. Ну, как-то вот так вот жили наши родители, так же жили вот и мы. И знаешь, и когда я понял, что во Христе у меня есть шанс, а я это понял просто. Я когда читал это в камере, и смотрю, Иисус и два разбойника посередине. И первый, который пошел с ним в рай, это был человек, доказанный смертной казнью. И у меня мысль, слушай, ну я еще не до такой степени, значит, у меня есть шанс. Я понял, что у меня есть шанс. И я вцепился в него. Я всем сердцем влюбился в Иисуса. Я его настолько полюбил, друзья, что я молился часами, читал Библию часами. Я рассказывал только о нем всем своим друзьям и всей братве. Я это делал так ревностно, что совсем за короткое время я потерял всех своих друзей. И как ни странно, эта потеря меня не опечалила. Хотя я жил в семейке, которая смотрела за зоной, которая никогда в столовую не ходила, которая жила так, что многие так на свободе не живут. И потеряв это, я ничуть не опечалился. Потому что я настолько сильно любил Иисуса, что все остальное просто потеряло всякий смысл. И вот я ждал, когда же я быстрее освобожусь, чтобы пойти в церковь к настоящим верующим. А я пять лет был лидером молитвной комнаты в колонии. И вот, когда я освободился, пришел к этому, вот теперь я начну возрастать. И ты знаешь, через некоторое время, год-два я понял, что вот та страсть, тот огонь, с которым я вышел, куда-то потихонечку стал гаснуть. Я думаю, господи, что произошло? И знаешь, что я понял? Раньше у меня был только Иисус и больше ничего. И я был счастлив. А теперь, когда я пришел в церковь, я полюбил свою церковь, свою динаминацию. И я считал, что у нас лучшая церковь, что ключи в царствие Божие в кармане моего пастора. И попасть туда можно только находясь у нас. Я в это свято верил. Мы гордились своей принадлежностью к церкви, динаминацию. Я не считаю, что я чересчур сильно любил церковь, динаминацию, но я стал любить меньше Иисуса. Уже появился Иисус и плюс церковь, динаминация. Знаешь, такие обольщения приходят незаметно-незаметно. Потом нас собрал пастор и сказал, ребята, вы горячие, вы хорошие, вам надо заниматься благовестием. И мы начали благовествовать, но чтобы стать духовными. Что мы только не делали. Если ты со мною здоровался, без молитвы, покаяния у тебя не было шанса от меня уйти. И люди говорили, Сергей, что сказать-то надо, скажи. Я говорю, повторяй за мной. Господь, Господь. И был такой, ставил очередную галочку. Был счастлив. Наш пастор говорил, что мои парни, они даже могут столб к Иисусу привезти. И говорит, я уверен, что некоторые уже это и сделали. Но что самое интересное, мы духовнее не стали. Более того, мы стали гордецами. Мы стали смотреть сверху на тех, которые не занимаются благовестием. Годами приходят, по воскресеньям сидят дармоеды церковные. А вот мы Богу служим. Я не стал духовнее, я стал более гордым. То есть это был рост не в ту сторону, а в ту сторону. Но потом Бог так благословил меня. В 42 года я женился. И мы с женой поехали в христианский университет. В Кишинев, в Молдову. Рекомендую один из лучших христианских университетов. Потому что преподают там не доктора богословия с Европы, с Америки, а свои ребята, которые выросли, которые выучились, которые сами доктора, которые пастора. Ну, это другая тема. И вот, знаете, я стал изучать углубленно. Углублено теологию, богословие, Библию. И незаметно я стал любить Библию больше, чем автора Библии. И многие годы был в этом заблуждении. И сам того не осознавая, я определил, что сущность христианской жизни – это изучение Библии и приобретение библейских знаний. И чем ты глубже знаешь и копаешь, тем ты духовнее. Тоже заблуждение и глупость. И иногда человеку лучше не быть великим богословом. Часто считается ошибочно, что как хорошие богословы, есть хорошие христиане. Нет. Это вот западня, в который попадают люди, которые вращаются в кругах академических, чья основная цель – преподавать Библию и учить других преподавать его. Прошло много времени, и однажды я понял, что знание Библии не равняется познанию Бога. И что чтение Библии не то же самое, что слышать голос Божий. Ты удивлен, я тебе докажу. Фарисеи Библию знали, Библию любили, Библию читали, Библию учили наизусть и ее преподавали. И что им сказал Иисус? Иоанна 5 глава, 39 стих. Иисус говорит людям, которые Библию сильно любили. Он говорит, вы изучаете Писание. Вы хотите через это иметь жизнь вечную. Но цель Библии – не знание, а рассказать про меня. Цель Библии – чтобы вы узнали меня. 40 стих. А вы, а вы не хотите прийти ко мне. Вы пришли к вашим трем шагам семейной жизни. Пять ступеней духовного роста. Четыре метода. Он говорит, а я где, люди? Я потерялся за вашими шагами, ступенями, методами. Цель Библии – про меня рассказать, что вы подражали мне, были как я. Все! И 37 стих. Это вообще. Я когда его понял, знаешь, у меня аж пот прошли в холодный. Он им говорит, вы, 537, голоса Отца моего никогда не слышали. И лица Его никогда не видели. Иисус, оказывается, говорит, что можно читать Библию каждый день, знать ее наизусть и ни разу в жизни не услышать голос Божий. Так говорит Иисус, не я. Ты знаешь, ирония была в том, что я сам много проповедей сказал на тему, что важно слушаться того, что говорит Библия, а не просто знать, что одна говорит. Однако большая часть моих усилий уходила, чтобы больше понимать Библию, изучая богословие, а не на то, чтобы искать Сына Божьего в Библии и становиться подобным Ему. Ибо это цель. Проблема не в том, что я слишком сильно любил Библию. Проблема в том, что я слишком слабо любил Иисуса по сравнению с Библией. Друзья мои, основой христианской веры является не книга, а личность, о которой эта книга рассказывает. Аминь! Повторяю, основой христианской веры является не книга, а личность, о которой эта книга рассказывает. Потом еще одно обольщение. Я думаю, слишком много во мне осталось этого с прошлой жизни. Надо избавляться стремления к святости. То есть, ну, вести себя вот свято, вот как прилично святым. Вот одежда. Ну вот прилично святым. Пача фраты. Витаю, брат. Как ты, дорогой. Благослови тебя, Господь. Знаешь, ну, думаю, надо вот так вот. И ты знаешь, еще одно обольщение. Стремясь к святости. Люди делают внешнее поведение, выполнение правил сущностью христианской жизни. Если ты поступаешь так, ты сто процентов придешь к фарисейской самоправедности. Я вот долгие годы не мог понять Иисуса. Говорю, Господи, но ведь фарисей – это сегодня мечта каждого пастора. Каждый пастор мечтает, чтобы у него были люди, которые на все собрания ходят, Библию читают, молятся, десятину дают, хорошо одеваются, женам не... Что еще надо? Фарисеи же – мечта пастора сегодня. Но Иисус говорит, это снаружи. И вот Матфея, 23 глава, горе вам, горе вам, горе вам снаружи, да, а внутри-то я вас знаю. То есть, если моя христианская жизнь становится подчинением правилам, я всегда приду к состоянию фарисейской самоправедности. И однажды я вот так вот иду, с ни с того ни с сего, и вдруг такая радость, охота прыгать, весь мир обнять, кричать, такой восторг. Я думаю, слушай, а с чего это? Денег не прибавилось, ситуация та же самая, проблемы те же, радуюсь. И я стал радоваться, и я услышал голос. «Не радуйся твоему стремлению к Богу, радуйся самому Богу». Если ты радуешься своим успехом в Боге, это приведет тебя к самоправедности. И я посмотрел на свою жизнь и увидел, что моменты, когда я к нему приближался и начинал радоваться, раз, близость нарушалась. Когда я радовался своим успехом в Боге, не самому Богу. Друзья, вы знаете, нам нужны не благословения, нам нужен благословляющий. Нам нужны не дары, нам нужен дарующий. Нам даже надо не спасение, нам нужен спаситель. Главное, чтобы главное оставалось главным. Чтобы со второстепенным не перепутать. И даже когда мы молимся, мы часто ищем же руки Божьей. Боже, дай, защити, сохрани, помоги, делай, делай. Он говорит, ищите лица моего. Да вам я нужен, не рука моя, я сам. Главное второстепенное. И ты знаешь, Господь показал мне, в Луке 18 глава, когда пришли в храм помолиться двое, как молился самоправедный фарисей. Благодарю тебя, Господь. Ты нашел меня в этом мире. Ты меня спас, ты меня оправдал. И теперь я не пью, не курю, не жую. Не бегаю за девками, которые курят, пьют и жуют. Я теперь добрый. У меня белочки с руки кушают. Спасибо тебе, Господь, за то, что у тебя есть я. Он радовался своим успехам в Боге. Второй молился, Господи, прости меня, грешного. Прости меня, Господь. И почему-то Иисусу вторая такая молитва, простая такая, намного приятнее была. Я подумал, как мало в церкви молитв вторых, и как много молитв первых. Спасибо тебе, Господь. Ты меня нашел, ты меня оправдал. И теперь я, и теперь я, и теперь я, и теперь я, и теперь я. Друзья, потом пришли новые годы, новая мода. Появилось движение харизматическое. Надо двигаться в дарах. Хватит учить Библию, знать ее наизусть. Голова пухнет. Где результат? Нужны дары, нужны действия. Это исцеление, освобождение, чудотворение. Эх, поехали. И знаешь, и мы нырнули в дары. Мы нырнули в дары, чтобы стать духовнее. И когда Бог стал использовать нас, появилось больше гордости. Я помазанник, меня использует Бог. И я понял, у Павла в первой, самая даровитая церковь была Каримская. И самая проблемная церковь была Каримская. То есть дары духовнее человека не делают. И если у даровитого человека нету плода духа, рождаются духовные монстры, которые несут в церковь не пользу, а разрушение. Даровитые люди без характера, они вредят церкви, они помогают. Так получается. Дары сами по себе тебя не изменят. Доказать, смотри. Человек ленивый и жадный. Мы подарили ему 5 миллионов. Что, он стал щедрый и работящий? Еще жаднее, еще ленивее. То есть дары, они тебя не меняют, духовнее тоже не делают. И я понял, что характер, плод духа, это условие для развития дара. А дар, это средство достижения цели. А цель, это Христос. Это подражать и стараться быть как Он. А потом, новая такая волна, именно вот жизнь в молитве, и не просто в молитве, а чтобы тебя накрыло, чтобы Бог пришел, чтобы рука Его на тебе была, чтобы ты вот, мурашки, Господь пришел. И вот мы в этот месяц нырнули, в этот эмоционализм. И ты знаешь, брат, что такой довольный? Ребята, я сегодня молился, или я молилась, Иисус пришел, вот руку протяни, достанешь. Вау, как накрыло, аллилуйя. Встречаюсь в сегодняшний месяц печальный. Чего печальный? Да молюсь, небо закрытое, Бог не приходит. Не приходит Бог. Что делать? Ты знаешь, я сам такой был. Но однажды я читаю Иисуса Матфея 28, 20 и откровение получил. Он говорит, я с вами во все дни до скончания века. И получается, я теперь отношусь к моей молитве не как к моей попытке установить Божие присутствие, а как к отклику на Божие присутствие, которое уже есть. Независимо от того, я чувствую, не чувствую, накрыло, не накрыло, Он уже здесь. Аминь. Как мы сейчас молимся? Господь, приди. А Он говорит, ребят, да я давно здесь, вы ко мне-то придите. Я с вами всегда, не зовите меня, вы ко мне придите, вы войдите. Мое присутствие. И поэтому молитва для меня, это поддержка общения с Богом, который уже здесь. Где бы я ни был, и что бы я ни чувствовал. И сразу легче становится. И еще одно, отвлекусь маленько, молитва не должна быть теологически, богословски, корректной и правильной. Нет. Молитва должна быть честной и искренней. Господь, я сейчас чувствую вот это. Я понимаю, это неправильно, но это то, с чем я сейчас живу, помоги мне. Вот правильная молитва. Она честная. Где я это взял? Так молился Давид, муж по сердцу Бога. Читаешь его псалмы, один псалом, надо любить, и врагов надо любить. Читаешь второй псалом, Господи, приди этим врагам, отруби бошки, убей их всех. И чтобы я это видел и радовался. Давид, ты что? А Давид понимал, да не сделает так Бог, потому что он Бог. Но это то, что я сейчас чувствую. И когда я это выкинул, мне стало легко. Я это пробовал. Допустим, поругались мы с братом Сергеем. Ну, бывают мы же люди. Наши такие отношения потом все. Надо мириться, брат. Продолжи, прощаю тебя, брат, я тебя прощаю. А про себя. Чтоб ты. Ты помолился? Красиво. А внутри нету. Почему? А не было прощения. Молись честно. Господь. Вот это вот Серега, да? Он так меня обидел. Мне так плохо, Господь. И честно говоря, я не хочу, чтобы ты его благословлял. Я хочу, чтобы он пришел сегодня домой. Сел на университет и неделю не вставал, чтобы знал, с кем связался. Да не сделает так Бог. Но после этой молитвы у меня уже к Сереге нету негатива. Чего ты, Господь, я погорячился? Нормальный он, мужик. Одного дня хватит. Не надо неделю. Как-то легче стало. Молитва должна быть терапией. Она должна лечить. А то помолился и хуже стало. Дорогие мои. Ну, должно же у тебя быть хотя бы одно место в твоей жизни, где ты не боишься быть непонятым. Если не с Богом, то где? Понятно, муж-жена делимся. Но всегда есть то, что мы не говорим. Потому что знаю характер моей жизни. Знаю, если я это скажу, потом буду жалеть долго. Надо промолчать. Но пусть это будет с Богом хотя бы место, где ты не боишься, что тебя не поймут. Может, кто-то помнит такого сатирика Мишу Галстяна? У него есть там такая юмористка. Ну, что с тобой сделать? Ну, понять и погостить. И все смеялись, да? Знаешь, я сперва смеялся, и потом думаю, Господи, а ведь это Евангелие. Вот в чем нуждается каждый человек, чтобы меня поняли и простили. Потому что пока ты меня не поймешь, ты меня не простишь. Я думаю, вот почему Господь, ты нас во Христе простил, потому что ты понимаешь нас. Допустим, я сделал поступок. На что смотрят люди? Да как ты мог? А Господь понимает, почему я это сделал. Он понимает. Люди этого не видят. Люди видят только, что я сделал. Они не видят нутра. А Господь понимает тебя. Маленько отвлекся. Хорошо, друзья. Потом пошло другое. То есть стиль поклонения в церквях меня проходит свои изменения. От песен Возрождения, от хоров переходим к таким бэндам, к поклонению, от минора к мажору. Я не против всех стилей. Любой Господь принимает. Главное, чтобы сердце поклонника было в правильном с ним порядке. Но дело в том, что многие люди начинают поклоняться поклонению. Место поклонения Иисусу Христу. И бывает такое у левитов. Я говорю, а что ты не был на собрании? А мы же сегодня не поем, пастор. То есть, если я выступаю поклоняющим, я буду. А если я нет, то я не буду. Так ты поклоняешься поклонению или Господу? Тоже духовнее не стал. Что же еще делать-то? И вдруг мы слышим, надо служить. Надо служить. И когда ты будешь служить, тогда ты испытаешь жизнь с избытком. Ты будешь духовнее. Тоже глупость. Служение Богу тебя духовным не сделает. Доказать очень просто. Очень легко. Есть такая проблема, называется церковный раскол. Не дай Бог. Скажи мне, когда идет церковный раскол, кто стоит в центре раскола? Как неудивительно, пастора. Самые духовные люди. Я понимаю, если были духовные, до этого бы не довели. То есть даже служение Богу тебя тоже духовным не делает. И вот в противоположность всем этим духовным идолам есть предложение Иисуса Христа. Иоанна 7, 37, 38. Кто жаждет, кто хочет, да иди ко мне. Да не бегай ты там. Просто приди ко мне и пей. И потом из тебя потекут реки. Не ручейки журшачьи, реки. Ну приходи ко мне. Однажды мне снился сон. Знаешь, я так вот сижу, водопровод бежит, а я сижу, такая жажда, умираю, молюсь, Господи, напои меня. Он говорит, да пей. Да пей, вот же, пей. Кто жаждет, иди ко мне. Наш самый первый призыв не к служению. Наш самый первый призыв, это к нему. А уже он потом отправит тебя на служение. Послушай, ты был потерян, как и я. Жил во грехах. Услышал благую весть. И пришел к Иисусу. И он тебя принял, простил, дал вечную жизнь. То есть ты был грешник, а пришел, он тебя принял. Так тем более сейчас, когда ты его дитя. Да приходи к нему в день по 10, 15, 20 раз. По любой нужде беги к нему. Его руки всегда для тебя открыты. 24 часа в сутки, 7 дней, недели, 31 день в месяц. Чтобы получить любовь, признание, утешение, водительство, цель, истину, смысл. Все, чего желает твое сердце. Иди к нему. Иди к нему. Дорогие мои, мы легко можем поставить Библию и ее заповеди превыше Бога. Мы можем поставить дары и разные стили служения, поклонения превыше Бога. Мы ценим заботу о бедных, молитву за больных, благовестие превыше Бога. Легко впасть в это заблуждение. Я это все пережил. Я рассказываю то, что я прошел, дорогие мои. Но никогда не ставь в один ряд Иисуса ни с каким правильным и святым служением. Иисус – это не доктрина, это не богословие, это не какой-то абстрактный принцип, не служение, не церкви, не динаминация. Это личность, уникальная, живая личность. И Он требует, чтобы мы ставили Его превыше всего. Ни одно служение не умирало за Тебя. Иисус, Сын Божий, был распят на кресте за Тебя. Ни одно служение не определяет Твою судьбу вечности. Но Иисус это делает. И каждый раз, когда я начинаю уделять больше внимания какому-то из этих дел, или искать их больше, чем Господа, оно становится святым идолом в моей жизни, который удаляет меня от Него самого. Становится не дополнением ко Христу, а Его заменителем. Мы так легко можем перепутать любовь к служению с любовью к Богу. Мы можем легко перепутать преданность этим добрым делам с преданностью к Богу. Очень легко. И знаешь, любовь к Богу и стремление надо постоянно развивать. В противном случае мы обязательно ее потеряем. И я обнаружил, каждое доброе дело охотно готово отбирать у меня время и общение с моим Господом. И вот неправильно поняв, что такое духовный рост, перепробовав вся и все, люди опускают руки. Я пытаюсь жить по-христиански, да не получается у меня это. А дело в том, что христианская жизнь не это. Христианская жизнь это Христос. Ни один человек не может жить христианской жизнью, только он может ею жить. И когда я не мешаю ему жить во мне через меня, это христианство. Иисус умер за нас. Иисус отдал свою жизнь за нас. Зачем? Чтобы дать свою жизнь нам. Для чего? Чтобы он сам, Духом Святым, мог жить в нас и через нас. Иисус отдал свою жизнь за нас, чтобы дать свою жизнь нам, чтобы он сам мог жить в нас и через нас. Аминь. Какое простое Евангелие. И Павел это понял. Колоссянам 4,3. Когда же явится Христос, жизнь ваша. Христос, жизнь ваша. Филиппийцам 1.21. Для меня жизнь Христос. У Павла жизнь Христос – это слова-синонимы. Жизнь – это Христос. И вот в своих усилиях, которым мы отдавали всех себя, мы потеряли его, друзья мои. И эта проблема не новая. Ей уже 2000 лет. 2 Коринфянам 11 глава, 2-3 стих Павел пишет. «Я боюсь, чтобы, как однажды змей принесил Еву, чтобы ваши умы не отклонились от простоты во Христе». То есть мы все способны отвести глаза от Иисуса и остановить взгляд на чем-то. На чем-то хорошем, на чем-то святом. Но хорошее – самый главный враг лучшего. Иоанна 17,3 – это определение вечной жизни по Иисусу. Иисуса, жизнь вечная, да знают тебя, да знают тебя. Познание Бога, познание Бога – это определение вечной жизни. И ты знаешь, спасение – это не просто избавление от ада и снятие вины греха. Это новые взаимоотношения, новое рождение, новая жизнь. Иисус не просто пришел, чтобы взять тебя из ада, а поставить на небо. Он взял себя с неба, чтобы поставить себя Духом Святым в тебя, в тебя, в тебя, в тебя. И жить, действуя на этой земле через всех нас. Друзья мои, и когда мы уходим от этих личных взаимоотношений с Ним, мы истощаемся и идем на бесплодные поиски еще-то нового, чего-то свежего, чего сегодня говорят нам новые проповедники модные в Ютубе. Новая христианская новинка. И все бегут туда. Мы как-то забыли, что Христос нас Творец, что все им, что все через Него, что все к Нему, что Он знает все твои нужды, Он знает все, что тебе надо, Он знает все, что тебе необходимо. Мы живем как бы так, Бог, я понимаю, ты знаешь все, что там разговор нет, но если бы ты знал, через что я прохожу здесь, в этом реальном мире. А дело в том, что Христос Сам и есть этот реальный мир. Потому что все остальное, чем мы с вами увлекаемся, оно скоро исчезнет. Что такое определение веры? Помните, Евреям 11.1? Уверенность в невидимом. И 2 Коринфянам 4.18 Павел писал, что когда мы смотрим не на видимое, которое время, но, оно невидимое, которое вечно, вот оно реальное, вечное, не временное, а вечно, настоящая реальность. Поэтому знай, Христос тебя знает, Он тебя понимает, Он тебя любит, и Он тебя принимает. И Он есть единственная премудрость, доступная тебе. Он есть решение всех твоих проблем, и Он есть мир в бурях этой нашей жизни. Он и только Он, Который дал нам все подребное для жизни и благочестия. Он и только Он, Кто полон благодати истины. Он и только Он, Кто может научить нас, оставив нечестие, мирские похоти, целомудренно и праведно жить в нынешнем веке. Павел говорит Галатам 2.20 «Уже не я живу, но живет во мне Христос». Аминь. Вот мы этот стих читали годами. Галатам 2.20 «Уже не я живу, но живет во мне Христос». Послушай, если уже живу не я, а во мне Христос, то если я хочу узнать, кто же я настоящий, кого надо мне узнать? Ну, Христа логично. И познавая Христа, я познаю свое настоящее духовное «я». Чтобы раскрыть твою истинную личность, ты должен раскрыть Его, который единственный в твоей жизни. И вот все это устраняет необходимость в самоанализе, в самопознании, к обращению в память опыта прошлых лет, для понимания самого себя. Господи, как это все надоело. Павел сам так жил, 7 глава Римлян, когда он пытался опознать самого себя. Смотришь в себя, и чем дальше в лес, тем страшнее партизаны. Желание добра есть, а чтобы его сделать, не получается. Зло не хочу, почему-то делаю. Бедный я человек, в чем же дело? И 8 глава освобождения. Христос во мне Духом Святым. Нет никакого осуждения. Если Бог за нас, кто против... Самая красивая глава Римлянам, 8-я. Друзья мои, когда мы с вами удаляемся от Христа, от нашей жизни, больше ничего не остается, как вернуться к этому эгоистичному, самодисциплинированному, самопорожденному, религиозному опыту, который превратит нас в залу, испепелив. Будьте уверены. Встречаются тысячи христиан, они искренне в своих попытках жить христианской жизнью, но постоянной неудачи, внутри пустота, внутри бедность. Ну, вслух-то это не говорится, а внутри-то каждый это понимает. Они все перепробовали. Зайди к ним домой. Полки забиты книгами, кассетами, толкованиями, комментариями, курсы, программы. Чего только нету! Но, несмотря на все эти громадные знания, нету реального духовного возрастания. Нет чувства завершенности. Какая-то пустота. И вот Матфея 11, 28, 30. Простая классика. «Придите ко мне все!» Слова Иисуса. «Вы пришли ко мне когда-то, а потом, придя ко мне, вы пошли к изучению Библии, к благовестию, вы пошли к чему-то, ко мне придите! У меня покой! У меня ваш сумбур уйдет! А я вас научу, знаете чему? Не гордость от того, что я помазанный, я вас научу крутости и смирению! А вот там секрет покоя души. Крутости и смирения! Противоположность ко всем религиям мира, которые предлагают людям что-то, ну что что-то, десять ступеней к духовной реализации, девятисложная стропа просветлению!» Иисус предлагает себя. «Придите ко мне!» То есть, не что-то нам нужен, а кто-то. Мы призваны не к чему-то, а к кому-то. Аминь. И он говорит, «Я есим, я есим хлеб жизни, я есим свет миру, я есим пастырь добрый, я есим путь и синий жизнь, я есим лоза, я есим воскресенье и жизнь, я есим яхве эго эйми, я есим, все, что тебе надо, оно во мне». Иисус пришел не просто показать нам путь, он говорит, «Я есть путь». Он пришел не просто учить нас истине, он говорит, «Я есть истина». Он пришел не просто дать нам руководство жизни, он говорит, «Я сам есть жизнь». Он все, какую бы он жду ты ни испытывал, Иисус предлагает себя в качестве ее решения. Пойми же это. Мы часто похожи на этих иудеях. Мы исследуем Писание, чтобы иметь жизнь вечную. Он говорит, «Ну они же говорят обо мне, а вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь?» Друзья, вместо выкапывания из Библии принципов, которые мы ремонтируем нашу жизнь, мы должны идти к Слову Божьему, чтобы узнать личность Иисуса Христа, живое Слово, в Слове написано. И по-прежнему Он говорит, «Придите ко мне». Он приглашает нас прийти к Нему, чтобы испытать Его любовь, Его сострадание, и разделить с Ним Его жизнь после Его воскресения. Я уверен, дьяволу совершенно безразлично, на что направлен твой взгляд до тех пор, пока он не направлен на Христа. Это может быть одно из сто добрых дел. Это может быть знание Библии, взаимоотношения, служение, пожертвование. Что бы мы ни делали, все, центром чего не является Христос, это всего лишь заменитель Христа. И что Бог благословит как дополнение, Он проклянет как заменитель. Хорошее является смертельным врагом лучшего. И вот когда мы с вами вернемся к библейскому посланию, Иисусу Христу, отдавшему жизнь за нас, чтобы дать жизнь нам, чтобы жить через нас, вот тогда мы увидим возрождение библейской силы. Второе, Тимофею 3 глава. С первого стиха Павел пишет, что в последние времена люди будут. И там много вещей, но и вознутри основные. Все, что касается любви. Второе, Тимофею 3 глава. Люди будут самолюбивы, сребролюбивы, сластолюбивы, но не боголюбивы. Таковых удаляйся. Люди будут любить себя, любить деньги и сладкую жизнь. А Бог будет рядышком, в параллельном мире. И мы сегодня это видим. Мы сегодня это видим. Сегодня в этом проповедуется. Прости нас, Господь. Прости нас, Господь. И Он сотворил нас для общения с Собою, чтобы мы могли познать Его, Его любовь, и эту любовь передать людям, которые вокруг нас. Давайте помнить одно. Мы призваны, во-первых, и прежде всего к личности. Не к чему-то святому, хорошему, а к кому-то единственному и уникальному. Духовный рост – это не то, что я становлюсь больше сильнее сам по себе, я больше молюсь, я больше жертвую, я больше читаю. Нет. Духовный рост, когда я убираю себя с дороги и позволяю Христу жить во мне и через меня. Мне умоляться, чтобы Ему возрастать. Только через тесное общение с Ним мы можем возрастать. Я заканчиваю. Давайте сфокусируем все наше внимание не на процессе роста, а на самом Боге, в Которого мы должны возрастать. Мы хотим пребывать во Христе, и мы весь упор делаем на пребывать. Нет. Весь упор во Христе. То есть, заботиться не о том, как пребывать, но удели все внимание личности того, в котором мы должны пребывать. Аминь. А его достаточно. Он все и во всем. И вот Бог призвал тебя согласно его цели, чтобы ты был подобен его Сыну Иисусу Христу. Вот твоя цель. И мудрый Соломон сказал, притча 3.6, во всех путях твоих познавай его. Для чего я молюсь? Да не просто я лишь отдай, дай, дай, детский сад. Я молюсь, чтобы познать его, чтобы его услышать, чтобы с ним встретиться. Для чего я читаю Библию? Да не чтобы много знать, а чтобы познать его, который он открывает. Для чего я служу людям? Да когда я общаюсь с людьми, и каждый мне рассказывает свой опыт, я вижу, какой у меня потрясающий Бог. Как он уникально работает. Я и тут познаю его. Во всех путях твоих. Для чего я пощусь? Да пост Бога не меняет, Бог меняет тебя. Просто твое эго уголяешь, чтобы твой духовный уровень был выше. Пост не влияет на Бога, он на тебя влияет. И через это я познаю его. Во всех путях познавай его. Благословит нас Господь к этому прийти чем раньше, тем лучше, друзья мои. И послание Ефесской церкви, многие из вас его любят, оно мое самое любимое, его называют небесным посланием. Там столько любви в этом послании. Там такие молитвы Павла в первой главе, в третьей главе, потрясающие. И вот этой же самой церкви Ефесской воскресший Иисус говорит в откровении, я имею против тебя. Вот та любовь, которая была в послании к Ефесянам 30 лет назад, сейчас ты ее оставил. Нет, у тебя не дьявол украл, ты не потерял, ты оставил. То есть ты сознательно понимал, что ты не такой, как тогда. Нету этой любви, нету этой страсти. Ты это понимал, но тем не менее, живешь, как жил, степ-бай-степ, год за годом, дальше, дальше. И уже не пытаешься. Уже так за социалу уже и не дергаешься. Ты оставил. И он говорит, откровение 3.20, стих, которые знают все, это обращение к церкви. Это обращение к церкви, где просветает самолюбие, сребролюбие, сластолюбие, а боголюбие как-то не совсем-совсем. И он говорит, дорогие мои, я стою у двери твоего сердца. Вот того сердца, которым когда-то был только я, и который был счастлив. У тебя не было ничего, ты покаялся, ты бедный, у тебя ни кола, ни двора, а ты счастливый, ты служил, ты обнимал весь мир, ты всем о нем говорил, а сегодня ты имеешь дом, положение, машина, бизнес, банк, а главное, куда-то исчезло. Вот тот кураж, то радость, то страсть нет. И пусть твое богословие не убедит тебя, что это нормально, это ненормально, это ненормально. Он говорит, я стою у двери твоего сердца, и опять стучу, и опять стучу. Если ты хочешь, дай мне войти, дай мне войти, сфокусируй все внимание на мне едином. Я из решения всех твоих проблем. Я это все, что тебе надо сегодня. Давай вернемся в те времена, когда ты горел, как свечка, как прожектор, как фонарь, и все говорили, что с тобой, ты такой счастливый. Придите ко мне все. Кто жаждет? Давайте встанем для молитвы, друзья. Мы сейчас будем молиться, если у кого-то есть желание, я сейчас не зову на молитву там всех, да ради Бога, потому что я знаю одну вещь, у кого все хорошо, все нормально, у кого в жизни, ну, кто не хочет перемен, слава Богу, но я зову на молитву сюда, кто хочет огня, который был, кто жаждет Бога, кто ищет Его, кто говорит, Бог, мне мало у того, что у меня есть, вот за всем этим хорошим я теряю лучшее, Дух Святой, наполни, Христос, вот Он Я, и говори Ему не то, что положено говорить, говори Ему, что ты сейчас чувствуешь, говори Ему, что ты проходишь, о своей беде, может, ты сегодня болен, Он говорит, я, Яфлорафа, я твой целитель, может, у меня сегодня проблемы, Он говорит, я Эль-Шадай, я Бог призабильно дающий, и могу тебе помочь, на любую твою ню, в темноте, Он говорит, я свет, голоден я хлеб, на любую твою ню, Он говорит, я есть, просто приди ко мне, а если ты первый раз на служении, или никогда еще не открывал свое сердце к Иисусу Христу, самая красивая молитва, Боже, будь милостив ко мне, грешнику, ты нужен мне, Иисус, благословить вас, Господь, если чье-то сердце хочет перемен, хочет Христа, ничего-то от Бога, а самого Бога, взывайте к Нему, идите к Нему, молитесь, плачьте, радуйтесь, и вы знаете, Он всегда верный, Он всегда верный, и самое главное, Он есть Тот, Который сотворил нас, и Который знает все, что у тебя внутри, все, что тебе надо на самом деле, и Который готов тебе это дать. Я благодарен Богу за возможность быть здесь и служить вам. Главное, чтобы главное оставалось главным. А главное, это Он, это наш Господь, от Которого все, Которым все, и Которому все. Им сотворено все для Него, и да будет Ему слава вовеки и веки. И весь народ да скажет, Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя.